Этот ролик посвящен ВМС-системе 1С-логистик управления складом. Мы с вами рассмотрим, зачем нужна система, почему ее внедряют на складе, что она умеет, чем она может вам помочь в вашей работе. Начнем мы с того, каковы предпосылки оптимизации складского хозяйства. То есть, что приводит склад к тому, что у него появляется потребность в оптимизации, в автоматизации, в внедрении системы управления складом. Таких предпосылок несколько, одинаковых для всех складов, и у каждого склада, естественно, могут быть какие-то свои нюансы, свои особенности, свои задачи и проблемы. Но для всех складов характерны задержки при выполнении складских операций. То есть, долго ищут товар, долго раскладывают по местам. Для всех характерны потери товара на складе. Потери в кавычках в том смысле, что товар есть, но мы его найти не можем. Это может продолжаться достаточно долго, вплоть до полного его исчезновения или порчи. Особенно это характерно для складов продуктовых. Потери связаны с пересортицей. Потери связаны с истечением срока годности. Высокая сложность проведения инвентаризации. Естественно, если склад представляет некую монолитную такую структуру, где все может лежать везде, и что где находится, знает только кто-то один, то пересчет такого склада может занимать неделю, месяц. Иногда этим даже не занимаются, и до того, что просто невозможно. Естественно, из всего вышесказанного вытекает такая очень важная вещь, как зависимость от персонала склада. Как раз тот человек, который понимает, что где лежит, где что взять для подготовки заказа, является для нас священной коровой, от которой зависит благополучие склада, иногда даже всей компании. Итак, что мы хотим получить в итоге при внедрении ВМС-системы, при оптимизации работы своего склада? Мы хотим добиться оптимизации использования ресурсов. Например, использование складских площадей, использование подъемно-транспортного оборудования, использование трудовых ресурсов. Нас интересуют сокращение времени, ошибок, затрат. Например, времени на проведение складских операций. Особенно это актуально для операции отбора, как самой требующей высокой скорости. При отборе мы ориентируемся на заказчика, а не на себя. Мы должны исполнить заказ вовремя, собрать, упаковать, отправить. Поэтому время выполнения этих процедур для нас критично. Сокращение ошибок приведет нас к тому, что мы будем меньше получать рекламации, меньше тратить средства на потерянные товары, на забытые какие-то заказы. И, естественно, внедрение системы ВМС позволяет нам снизить затраты на заработную плату в силу того, что мы полагаемся уже не на память сотрудников, не на их добрую волю, а на систему, которая диктует нашему персоналу, что, когда делать. И они это делают быстрее и правильно. Естественно, таким образом мы можем прийти к сокращению затрат на складское хранение, к сокращению потерь товара и к повышению точности учета наших товар-материальных ценностей. Итак, какие операции наша система ВМС, 1С логистик управления складом, может автоматизировать, может поддержать, может улучшить на нашем складе? В первую очередь, это адресный учет. Любая ВМС-система основывается на этом функционале. Весь наш склад мы детализируем до зон, до участков технологических, даем имена своим проездам, стеллажам, полкам, ячейкам. То есть мы понимаем, где находится каждое интересующее нас наименование, в какой точке склада. В этой точке склада есть имя. И не нужно помнить, держать в голове, где что, благодаря такому адресному пространству это сделает для нас система. Это основа, на которой строится работа склада. Работа же склада состоит у нас из ряда основных операций, такие как приемка, размещение, отбор, отгрузка. Они существуют на любом складе, независимо от его типа, от того, что строится на складе, какие люди там работают. Есть ряд операций, которые могут присутствовать на складе, могут отсутствовать в силу его особенностей и особенностей того товара, который на нем расположен. К таким операциям мы можем отнести, например, переупаковку товара. Допустим, на ваш склад приходят какие-то более крупные короба или полные поддоны. Отпуск товара ведется более мелкими пачками, которых даже, например, поставщик вам не привозит. Таким образом вы меняете упаковку вашего товара непосредственно на складе. Присваиваете ему, может быть, даже новый штрих-код, новый артикул. Такую операцию тоже можно отразить в системе. К дополнительным операциям можно отнести перекрестную отгрузку или кроссдокинг, внутрискладские перемещения. Очень важная и интересная процедура – это пополнение или подпитка. Существует несколько различных названий, на каждом складе бывают свои какие-то термины, описывающие эту процедуру. Но вот подпитка или пополнение – это наиболее распространенные. Что это такое? Часто на складах, особенно на крупных складах, которые работают с отпуском товара в розницу, существует зона нижнего отбора. На первых ярусах обычно она организуется, откуда ведется основная масса формирования заказов. Периодически, естественно, эта зона опустошается, ее нужно своевременно пополнять, чтобы процесс отпора заказа не тормозился. Вот, собственно, организация этого процесса, что, откуда, куда, когда, кому следует пополнить, и есть задача системы, задача автоматизации, оптимизации технологии работы. Естественно, система поддерживает процедуру инвентаризации. Это в обязательном порядке на каждом складе происходит. Но в отличие от обычного склада, не имеющего адресного хранения, мы получаем возможность приводить инвентаризацию практически в любое время, потому что мы можем это делать по каким-то кусочкам. Провести инвентаризацию конкретного товара, конкретного проезда, конкретного ячейки даже. Поэтому мы можем вести пересчет, можно сказать, постоянно, а не раз в год. И такая циклическая инвентаризация, она может рассматриваться даже как инвентаризация годовая. Ее результаты могут быть приняты таким образом. И это позволяет нам поддерживать актуальность складских остатков на очень высоком уровне. Что еще можно отметить среди функционала системы? Это работа с комплектами, управление ресурсами в режиме реального времени. Под этой фразой подразумевается, что наши сотрудники могут иметь в руках мобильный терминал сбора данных. И таким образом система будет ими управлять непосредственно в реальном времени, давать им задания, что им делать. И они будут возвращать в систему информацию о том, что они сделали. И такое циклическое взаимодействие между системой и сотрудниками будет продолжаться на всем протяжении технологического цикла. Естественно, система поддерживает работу с оборудованием, необходимым для нормальной работы современного склада. Помимо терминалов, это сканеры, принтеры, это могут быть электронные весы, это могут быть какие-то упаковочные станции, вплоть до достаточно сложных конвейерных систем. Как выход всей этой работы мы можем получить отчетность об остатках, о заполненности склада, о выработке, о трудоемкости. Причем отчетность достаточно гибко струится, так как система создана на основе платформы 1С предприятия 8. Отчет может сформировать пользователь под себя, достаточно гибко его меняем. Система поддерживает функции склада ответственного хранения, то есть тарификацию и расчет стоимости процедур, и интегрируется с информационными системами предприятия, которые уже у вас присутствуют.